Здравствуйте! Это Новосибирские новости в студии Вячеслав Горчаков. Сегодня в выпуске. Для суицида причин не было. Родные погибшего в Ангарске новосибирского солдата настаивают на версии об убийстве. Для кого праздник, для кого бизнес. Ажиотажный спрос на вербные ветки грозит кустарникам исчезновением. Зачем стрекозе помада? Новосибирские ученые пересчитали крылатых насекомых с помощью косметики. Родные солдата, найденного мертвым в военной части Ангарска, утверждают, что его могли убить. По их словам, у Михаила Раковского не было причин для суицида, а на его теле есть подозрительные раны. Напомню, солдата-срочника из Новосибирска нашли с простреленной головой на посту. По официальной версии, Раковский наложил на себя руки. С родственниками погибшего встретился Алексей Фазлеев. Мы заказали памятник. Обычно вот такие ставят, пока не сядет могила. Фотографию Михаила Раковского к временному памятнику приходится приклеивать скотчем. Со дня смерти военнослужащего из Новосибирска прошло уже 9 дней. Мерзлая земля оттаяла, поэтому вокруг могилы непролазная грязь. Навести порядок и помянуть Михаила на кладбище пришли самые близкие. Сестра, тетя, двоюродный брат. Без родителей парень остался в 4 года. Воспитывался в детском доме. От призыва не бегал. В армию пошел осознанно. Он был на цели направлен. Пройти это год не так было много. Парень был самостоятельный. Я уверен, что это все хорошо будет. Да и мы не думали, что так закончится. Михаила Раковского нашли мертвым на посту в военной части в Ангарске. По официальной версии военнослужащий скончался от огнестрельного ранения в голову. В обойме автомата, обнаруженного рядом, не хватало одного патрона. Военные сообщили близким. Других повреждений, кроме огнестрельного ранения, нет. Родная сестра Михаила видела тело брата и настаивает. На горле был большой шрам. Ему могли сказать слово, он мог два сказать. То есть ему, знаете, что в армии могут треснуть хорошо. Поэтому мне кажется, что просто ему дали хорошо в кадык, что он умер. И сказали, якобы он застрелился. То есть я не верю в эту смерть, я буду так же разбираться в этом. В личной тумбочке Михаила нашли книги по психологии. Со вспоминаниями людей, переживших клиническую смерть. Военные следователи уже выдвинули версию. Парень был склонен к суициду. Родственники считают, что это просто удобная отговорка. Вы обнаружили литературу, не давали бы ружье. Здесь же он читал литературу и не скинулся ниоткуда, не повешался, не застрелился. Точки над «и» могли бы расставить результаты судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, есть записи с камер видеонаблюдения. Однако у близких погибшего солдата никаких документов, кроме свидетельства о смерти, нет. Детали следствия пока не разглашаются. Родственники Михаила надеются, что хотя бы к следующей скорбной дате в 40 дней станет известно, при каких обстоятельствах умер Михаил Раковский. Алексей Фазлеев, Олег Ролевец, Новосибирские новости. Дачный поселок в Дзержинском районе оказался под водой. Виной стихийного бедствия стала речка Каменка. Из-за резкого таяния снега ее приток сменил русло. В результате половодия уже начали разрушаться дома и постройки. В итоге садоводы подсчитывают ущерб. Раньше дачный участок Елены в этом обществе считался одним из лучших. Сейчас через него течет река. Теплица скоро завалится. И клубники нету, и розы все уплыли мои куда-то. И кустарники тоже, наверное, скоро уплывут. Елена одна из многих, чей участок поделил пополам приток реки Каменка. С одной стороны домик, с другой – вход на дачу. Садоводы подсчитывают убытки. На участок попасть не смогли. Мы были просто в шоке, конечно, потому что, ну, все затоплено. Затоплено пологорода. Все посадки наши, все наши труды и старания, и все наши, так же, деньги, которые потрачены на эти саженцы. Ну, все просто, все куда-то унесло течением. Судя по всему, люди могут предъявлять претензии председателю садового общества. Именно он ответственен за противопаводковые мероприятия. Однако канавы для отвода воды замусорены и не чищены много лет, констатируют в аварийно-спасательной службе. В данной ситуации необходимо дождаться сходов полностью снега, провести обследование территории, после чего привлечь необходимую технику председателя и изменить русло данного ручья и обустроить канавы и водопропускные трубы. В администрации Держинского района сообщили, что будут ежедневно контролировать ситуацию с уровнем вешних вод в пойме Каменки. В случае ухудшения ситуации власти готовы задействовать спецтехнику. Артем Шершнев, Ольга Загоруйко и Олег Кролевец. Новосибирские новости. Второй вестибюль на станции «Золотая Нива» откроется в эту субботу, сообщили сегодня в руководстве новосибирского метрополитена. Вместе с вестибюлем начнут действовать и два входа, расположенные по обеим сторонам улицы Бориса Богаткова. В следующем году планируют начать строительство левого тоннеля. И только после этого можно будет приступать к работе над следующей станцией метро – «Доватора». Пока на строительство новосибирской подземки в 2013 году в областном и городском бюджетах заложено только 228 миллионов рублей. Поэтому власти рассчитывают на федеральную поддержку. Население Новосибирска достигло полутора миллионов человек. С этого заключения Новосибирскстата начал свою традиционную встречу с журналистами Владимир Городецкий. Кроме того, глава города рассказал о планах по развитию планетария, о поддержке будущих врачей и ветеранов. Ирина Горох продолжит. На этой неделе власти подвели первые итоги работы нового планетария. С момента открытия его посетило уже 8 тысяч детей. Чтобы поддерживать популярность астрофизического центра, в Новосибирске создадут ученые советы специалистов разных направлений. Одной из главных задач совета станет развитие детской киностудии, которую уже создали на базе планетария. А чтобы посетителям было удобнее добираться до места, усовершенствуют транспортную развязку. Будет построен, ну или там расширен, построен пешеходный тротуар со стороны разъезда Иня, туда вверх, на зону верхнюю. Второй момент. Закладываем сегодня, проектируем уширение основной дороги от Ключ-Камышинского плата со стороны ТЭЦ-5, чтобы маршрут можно пустить. Сегодня там дорога есть, но она узкая, и по безопасности нельзя пустить пассажирские маршруты. На встрече с журналистами мэр рассказал и о том, что городские власти материально поддержат студентов-медиков, проходящих подготовку по узкой специализации. Когда дипломник в течение года или двух, в зависимости от специализации, проходит ординатуру, вот мы берем на себя оплату стипендий повышенной. Сумма стипендий будет приближена к минимальному размеру оплаты труда. Также Владимир Городецкий сообщил, что в рамках подготовки к празднованию Дня Победы особое внимание власти уделят ветеранам. С 15 апреля специальные службы, социальные службы вместе с трудовым десантом молодежи будут организованы работы по оказанию помощи участникам войны, по очистке, уборке квартир, по дворовым территориям, по ухаживанию, кто живет в частном секторе. Также мэр напомнил, что власти, руководители СОРАН, пытаются договориться о способах решения жилищной проблемы научных сотрудников, ютящихся в общежитиях Академгородка. Ирина Горох, Максим Федосеев, Новосибирские новости. Главный символ наступающего православного праздника, вербного воскресенья на грани исчезновения. Приприимчивые дельцы повсеместно вырубают кустарники с мохнатыми почками, превращая их в товар. Против этого выступают и священнослужители, и экологи. Но пока есть спрос, будет и предложение. Репортаж Марина Авериной. Вот это вот 100, это 50, вот веточка по 50, это по 20, это по 40. Накануне православного праздника верба – самый ходовой товар. Лотки с ветками буквально повсюду. Десятилетняя Настя Сметанникова готова прогулять школу. Все ради мечты. На вырученные деньги хочет приобрести роликовые коньки. В школе учишься? Да. А здесь почему? После школы? Меня отпустили. Меня отпустили, потому что я хорошо учусь, и меня отпускают. Пораньше с уроком. И здесь долго стоишь уже? Ну, мы сегодня с часу. И, ну, часов до шести будем. Таких мечтающих подзаработать с каждым годом все больше. Прибыль очевидна, ведь затрат на товар никаких. Правда, когда включается камера, ряды торговцев моментально редеют. Еще пять минут назад эти женщины бойко предлагали купить вербу. Теперь утверждают, что к ним не имеют никакого отношения. Но жажда наживы все же берет верх. Все-таки ваши вербы. Да не мои вербы. Ну, он уже попросил, что мне его не продать, что ли. Ну, какое интересное. Выбирайте он любые. Экологи бьют тревогу. Кустарник, который всегда считался одним из самых живучих видов семейства ивовых, на грани исчезновения. Сейчас вербу можно узнать с трудом. Почти все ветки с пушистыми почками обломаны. И такую картину можно наблюдать вдоль всего берега. Лесники предупреждают. Повсеместное уничтожение этого кустарника ведет к обрушению берегов рек. Поскольку биология ивы такова, что она произрастает в пониженных местах рельефа, вдоль ручьев, речушек и, естественно, несет высокие водоохранные функции, то, конечно, вот такое массовое уничтожение было бы весьма печальным. В церкви тех, кто хочет заработать на православных традициях, порицают. Говорят, истинным верующим достаточно всего лишь одной-двух веточек, чтобы показать, что ты с Богом. Это дело нашей совести, тех людей, которые подходят к этому чисто с утилитарной точки зрения. Не так много надо вербочек. Потому что то, что много наломает, может и не пригодиться никому. Уничтожение вербы может привести еще и к дефициту меда. Ведь первый взяток пчелы берут именно у ранецветущих кустарников и первоцветов. Марина Аверина, Олег Макаров, Новосибирские новости. Еще 15 детских садов появится в Новосибирске к концу 2012 года. Это сократит очередь на 3000 мест. В планах капитальный ремонт и реконструкция 10 объектов. Кроме того, выделено 5 площадок под строительство детских садов. Их будут возводить в новых бурно развивающихся районах. Сейчас заканчивается проектирование трех зданий. А во многих помещениях уже вовсю кипит работа. Практически все эти работы будут проходить во всех районах города. За исключением одного в железнодорожном районе. Только не попало у меня ни один детский садик по этим районам. И должны ввести после того, как введем эти объекты в эксплуатацию, это будет дополнительно почти 3000 детских дошкольных мест. Между тем, в школах города возрождают массовую утреннюю зарядку. Пока это коснулось 10 образовательных учреждений, которые стали участниками специального регионального проекта. Но в будущем подобные разминки ждут всех учеников. Как к этому относятся сами дети? На физзарядке побывала Елена Богатырева. В этой школе зарядку проводят пока только в начальных классах. За 15 минут до начала урока первоклассники выполняют несложные упражнения. Мы делаем приседания, бег по кругу, на носочках ходим и на пяточках. Подросткам предложили начать занятия со следующего учебного года. Однако недовольные нашлись уже сегодня. Я считаю, это не нужно. Мы уже вышли с такого детства, и нам это не очень обязательно. Впрочем, педагоги готовы идти на уступки тинейджерам. У девочек есть короткие юбки и прочее, где очень трудно делать какое-то приседание или наклон. Это стеснение идет, и это комплекс. То есть на сегодня нужно правильно, наверное, составить утреннюю зарядку, чтобы она вот этим дискомфортом не была. А вот старые добрые физминутки здесь перестали быть атрибутом начальной школы. Педагоги охотно включают их в образовательные программы. Плей баскетбол. Во-первых, запоминают дети слова в действии сразу же. Действия – прыгать, бегать, читать, играть. Это все сразу. И отдыхают в середине урока. Это всегда очень замечательно. В старших классах ведут физминутки сами ученики. Девятиклассник Юра Романов рассказывает. Свой комплекс упражнений составлял вместе с учителем физкультуры. Готовился и изрядно волновался. Ну, раньше реагировали типа ха-ха, смешно, а сейчас нормально реагирует. За первый год реализации проекта в школе начали работать 12 спортивных секций. От желающих серьезно тренироваться отбоя нет. Дальнейшая перспектива – высокие спортивные достижения. Мы надеемся, что все те школы, которые в проекте, они не только повысят количество ребят, занятых физической культурой и спортом, занятий в секциях, но и, конечно же, и в этих школах будет усилена работа по развитию спортивно одаренных детей. Сегодня в проекте участвует около 25 тысяч школьников. Первые итоги подведут в конце учебного года, когда специалисты проанализируют, как изменился уровень физподготовки и здоровье этих учеников. Елена Богатырева, Артем Тумарь, Новосибирские новости. Новосибирские ученые пересчитали популяцию стрекоз в Западной Сибири. Разумеется, исследования проводили не ради праздного любопытства. По словам энтомологов, если эти крылатые насекомые вдруг исчезнут, не поздоровятся ни человеку, ни животным. Как исследователям помогло содержимое дамской косметички, знает Мария Черешнева. Интересно, что метки на крылья стрекозом наносили при помощи обыкновенной губной помады. Во-первых, она совершенно безвредна для насекомых. Во-вторых, яркие оттенки красного хорошо видны издалека. Наконец, в пылевых условиях губную помаду просто легко носить с собой. Идею в свое время подсказали аспирантки. Помада оказалась идеальным маркером, легко наносится, заметно и смывается с тонких крылышек через пару дней утренней росой. На следующий день среди всего отловленного нам попадутся в том числе и меченые. И вот по пропорции, по количеству меченых среди повторных отловленных, по простенькой школьной формуле, легко рассчитать в целом численности данных организмов на данной территории. Конечно, метили насекомых помадой ученые не ради развлечения. Дело в том, что не будь стрекоз, говорят исследователи, и жизнь на Земле в нынешнем виде была бы под вопросом. Стрекозы переносят из-под воды на сушу так называемый комплекс омега-3, важное для всех живых организмов вещество. Дело в том, что омега-3, а точнее правильнее комплекс полиненасыщенных жирных кислот, синтезируется только водорослями и морскими, и пресноводными, и нигде больше. А эти кислоты играют большую роль в биохимии всех животных, и в теле животных они синтезироваться не могут. Для изучения состояния популяции стрекоз в Сдвинском районе был выбран участок площадью 272 квадратных километра. Это специально подобранный полигон, эталон западно-сибирского ландшафта. В результате на выделенном квадрате насчитали 4,5 миллиарда стрекоз. Это почти 300 тонн живой биомассы. Количество вполне достаточное, чтобы жителям области не беспокоиться о недостатке в организме жирных кислот. Грядущим летом исследования повторятся, впрочем, ученые не ждут кардинальных изменений. Стрекоза насекомые неприхотливые, да и истреблять их намеренно никто не собирается. Мария Черешнева, Максим Федосеев, Новосибирские новости. Накануне католической Пасхи в театре оперы и балета прозвучит знаменитый реквием Джузеппе Верди. Исполнять бессмертные произведения будут солисты самых известных театров мира, а на сцену даже выйдет двойной состав хора и оркестра. На масштабной репетиции побывал Станислав Якушевич. Великий мастер оперы Верди и заупокойную мессу трактует как сценическое действие. Музыкальные образы тут далеки от молитвенной созерцательности. По драматизму, по вокальной стилистике, реквием, ближе к Аиде или Макбету. А из дуэта, который первоначально был написан для оперы Дон Карлос, родилась возвышенная лакримоза. Сольные партии поют ведущие оперные солисты. Миоко Фуджимура известна как одна из лучших исполнительниц Вагнера. А чеху Яну Мартинику, несмотря на молодость, пророчат славу ведущего баса Европы. Новосибирец Алексей Долгов приехал в родной город солистом Большого театра. На сцене Сибирского Колизея он поет впервые. Все-таки свои стены. Хоть и хоть вроде дом помогает, но все равно процентов, наверное, 30 или 40 людей я знаю. Они очень внимательно, как бы сказать, слушают. Конечно, я уехал. Видимо, все ждут, что произошло с тем человеком. Естественно, это волнительно. Яркое оперное начало, считает Вероника Джоева, органично сочетается здесь с высоким трагизмом. Реквием, несмотря на светский характер музыки, остается сочинением прежде всего глубоко духовным. В этой музыке есть все. Я вообще всегда рада, что исполняю это произведение. Тем более, такое соу для сопрано, я не знаю, где еще. А рекорд дарычеву стоит, а все хорты и сыра, и санктусы вообще. У дирижера Айнарса Рубикиса на сочинение великого композитора особый взгляд. И сложившаяся традиция воспринимать реквием как еще одну оперу Верди он считает неверна. То, что мы стараемся найти и получить, что тоже как будто найти душу Верди, как самого обыкновенного человека в мире. В планах дирижера продолжить традицию пасхальных концертов. На будущий сезон мечтает Айнарс Рубикис. Пару Реквиему может составить одно из произведений русской классики. Например, «Всеночная» Сергея Рахманинова. Станислав Якушевич, Артем Тумарь, Новосибирские новости. И это все новости на сегодня. О волнующих вас событиях сообщайте по телефонной редакции. Также самая свежая информация на радио «Городская волна» на частоте 101.4 FM. А на сайте новосибирских новостей читайте материал о самых обсуждаемых темах на городских форумах и в блогах. Приятных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин